Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Актриса начала свою актерскую карьеру в далеком 1948 году, а спустя 10 лет начала играть в Белорусском драматическом театре имени Якуба Каласа в Минске и сниматься в кино. Через некоторое время Галина Александровна начала играть в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, в котором служила до конца своей жизни. Однако настоящую известность Орловой принесли роли в кино. Она снялась в ставшем культовом фильме «Здравствуйте, я ваша тетя», а также запомнилась зрителям по ролям в картинах «Атлант» и «Кариотиды», «Ягодка, проверяющая из министерства» и «Жениться не журиться». Галина Александровна была замужем за артистом Николаем Еременко, который ушел из жизни в 2000 году. Через год после трагедии не стало и сына супругов Николая Еременко-младшего. Актер, который продолжил дело родителей, скончался в 52-летнем возрасте. У него и произошел инсульт. Он прославился ролями в фильмах «31 июня», «Сын за отца» и «В начале славных дел». Напомним, 15 июля основатель группы «Звуки му» поэт и актер Петр Мамонов скончался в больнице. 70-летний артист не смог побороть коронавирус. Опасный вирус унес в жизнь еще одного, выдающегося артиста. Сегодня не стало Петра Мамонова, звезды фильмов «Остров, игла» и других. Лидер группы «Звуки му» почувствовал себя плохо в середине июня. Петр Николаевич пытался лечиться самостоятельно, но это не принесло результата. Состояние Мамонова ухудшалось. Музыканта госпитализировали в ковидный госпиталь в коммунарке, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Однако медикам не удалось улучшить состояние артиста. Они не могли вывести его из медикаментозного сна. Ситуацию усложнил начавшийся сепсис. Жена музыканта Ольга пытается понять, где тот мог заразиться. По словам женщины, они жили уединенно за городом и не посещали места общественного скопления людей. Лишь иногда Ольга по делам выезжала в Москву. Она полагает, что привезла вирус из столицы. Избранница артиста призналась, что он не вакцинировался. Легкие звезды были поражены на 70% левое и на 60% правое. Жена Петра Николаевича уже понимала, что у него практически нет шансов на выздоровление. «Кошмар, сейчас будет. Мне тяжело. Сын просил не рассказывать лишнего. Когда была надежда, то говорила с удовольствием. А сейчас, когда все кранты, чего уж там говорила Ольга накануне в интервью пятому каналу». Петр Мамонов основал группу «Звуки Мо» в 1983-м вместе с Алексеем Бартничуком. Затем к ним присоединился Александр Лепницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. «У артиста есть сын от первого брака и двое сыновей от жены Ольги. Поклонники артиста шокированы его смертью. Многие назвали его редким и неповторимым человеком. Нет, нет, ну как же так? Мы все так надеялись, что болезнь отступит. Но когда же все это закончится? Его творчество будет жить в наших сердцах. Соболезнования родным и близким. Настоящий человек с душой. Талант. Необыкновенная личность. Великий человек. Вечная память. Уверен, ему будет о чем поговорить с Богом». Высказались фанаты Мамон.